Обычно морковь мы сеем для летнего потребления рано, весной, в апреле где-то. На две минуты в керосин опускаем семена, затем промываем, просушиваем, они очень быстро сходят. В керосин для быстрой схожести. Для быстрой схожести. Далее. Морковь для зимнего хранения, естественно, нужно сеять сейчас, попозже, именно вот с 10 по 15 июня. И свеклу тоже самое. Тогда мы себя избавим от уродливых корнеплодов, от треснувших, и вот это вот, как дачники называют, с белой бородой. То есть начинается вторичный рост в августе, много влаги и солнца, ранняя морковь, раннего посева, она начинает давать дополнительно белые корни. Кустица вообще изнутри. Такая морковь плохо хранится, что та, что другая. Ну, давайте начнем с посева. Я сейчас расскажу вам о нескольких способах посева моркови. Ну, обычный способ на руку. Насыпал семена. И пошел погрязь. И начинаешь. Это, конечно, самый такой сложный, и морковь одна из тех культур, которая требует большого терпения. Почему самый сложный именно этот? Потому что потом же надо ее прореживать, а для этого какое нужно терпение, какую поясницу, какие ноги и прочее, прочее. Чтобы понять, какую выдернуть, какую оставить. Да, вот именно. Некоторые пытаются выдернувшуюся, которую мы выдергиваем морковь, еще пересадить куда-то. Не стремитесь к этому, обязательно получится уродливый корнеплод. Я сейчас расскажу. Значит, вот это самый такой способ. Ну, а вот что это? Дрожжированными семенами. Это уже готовые семена дрожжированные. То есть там находится в этом драже само семя моркови и какое-то удобрение. То есть сама оболочка, она тоже имеет какие-то свойства. Да. Для сложности полезные. Это очень простой способ. По одному. Дальше мы можем дрожжированные семена сами приготовить. Вот я за вечер смотрю телевизор, по 100 штук вот таких вот делаю дрожжев. Это обыкновенная бумажка? То есть обыкновенная бумажка, нарезаю, вовнутрь кладу семя моркови. Причем тут на белой бумаге у меня рассыпаны семена. Я хочу вам сказать, что настолько недобросовестные поставщики семян, там больше мусора. А тут, когда я готовлю вот сама вот такие дрожжированные семена, я одновременно глазомерно их калибрую. Я кончиком одноразового шприца, он должен быть увлажненный, забираю с бумаги вот это семя, вот сюда вот положила, сюда какое-нибудь гранулированное удобрение, типа кемиры, просто одну гранулу. Все запечатала, замотала. А бумага не помешает схожести? Ни в коем случае. То есть моркови это не помеха? Никак. И потом также через какое-то расстояние просто засыпаем землю? Обязательно. Морковь сеется по схеме. Полтора сантиметра между семенами и между рядами 15 сантиметров. Галя Андреевна, это что такое? Ой, это замечательный способ посева моркови. Вот после этого способа через вот этот красивый чайник. Что засыпаем? Засыпаем. Не чай. Мочевину. Это клейстер, который варится в пропорции на литр воды, 4 чайных ложки крахмала. Заварили. Размешали удобрение с клейстером. Засыпали семена. На 1 литр клейстера нужно 2 чайных ложки семян. Ну мы сейчас делаем просто произвольно. Вот. Что происходит с семенами? С семенами ничего не происходит. Мы их просто начнем сейчас сеять. Делаем бороздку. И медленно, медленно проходим и сеем вот так вот семена. Я хочу понять, для чего клейстер? Клейстер для того, чтобы вот именно как бы более равномерно распределить по бороздке семена. Чтобы потом не... Чтобы они кучей не шли в одно место. Да, да, да. И консистенция густая, не та, что у воды, что позволяет удержаться им. Естественно, естественно. Можно, мешают, один стакан песка, мелкозернистого, и одну чайную ложку моркови. Точно так можно вот посеять. Потом мы аккуратненько вот так вот закрываем. И ждем. А потом опять прореживать нужно будет? Нет. Не нужно? Эти уже не нужно прореживать. А это... Я дойду. Это самый простой способ. Зимой смотришь телевизор и начинаешь наклеивать семена моркови. Обычный клей. Туалетная бумага. Тоже клейсер. Да. Ну, может быть, какая-нибудь столовая какая-нибудь тонкая бумага. Наклеили через полтора сантиметра. Потом, не имеет значения, на влажную землю положили. Не имеет значения... Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вниз семена или вверх. Вот так вот земелькой присыпали. Прихлопали ручкой. Я никогда не работаю в перчатках. Не умею я работать в перчатках. Почему? Потому что я чувствую землю, дыхание земли. Это отлично. Вот это следующий способ. Есть вот еще специально такие сейлочки ручные. Мерные. Мерные. Тут вот смотришь, на какую циферку открыть, на какой диаметр открыть отверстие. Тоже вот так вот проходишь. Но мне этот способ не нравится в разные стороны. Разлетаются эти семена моркови. А, то есть ритка не получается ровного. Не получается ровного. Далее. Вот можно из такого контейнера, вот шилом делается отверстие. Только шила вовнутрь нужно. Потому что если отсюда, то семена будут задерживаться. Тоже сделать вот такую вот сейлку, да? Да, 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 да. И тоже равномерно, потихоньку, шагом, не бегом, потихонечку по земле вот это вот все рассыпаем. Ну и еще один вопрос. Последняя рекомендация. Какой слой земли сверху засыпаем и как поливаем? Поливать не нужно. Мы должны все, когда бороздки сделали, обязательно песочек нужно на дно бороздочки пролить хорошо, начинать сеять. Точно так же наклеенные семена на влажную, на влажную, не на такую вот грязь делать из земли, на влажную. Слой земли достаточно 2-3 сантиметра. Сверху присыпали и на этом пока успокоится. И все. Галина Андреевна, большое спасибо. Единственная ошибочка, уважаемые дачники, пожалуйста, не сейте сплошными грядками морковь, потому что морковная муха очень любит такие сплошные посевы и очень быстро их поражает. Разложите, вот посеете вы по краям, где перец посеяли или томаты, и все будет у вас отлично. Спасибо огромное, Галина. Большое спасибо.